Всем привет! Данное видео многие из вас ждали довольно-таки долго. Я целенаправленно его не снимала раньше, потому что так называемый курс использования кислот, в моем случае кремов с содержанием кислот, составляет приблизительно 12 недель, поэтому я просто не могла себе позволить снять такое видео раньше, так как один из этих продуктов я использую приблизительно с весны, а второй появился в моей косметичке относительно недавно, с приходом осени, и я купила его в сентябре, по-моему, даже в августе он начал использовать только в сентябре. Я не дерматолог, я не косметолог, я обычная девушка, которая хотела получить гладкую кожу, сияющую, и меня очень раздражало то, что появлялись какие-то подкожные воспаления, и я не могла использовать никакой хайлайтер, и все светящиеся такие тональные основы выглядели на моей коже ужасно. Все это было связано в первую очередь с тем, что я работала в фирме, в которой очень редко чистили кондиционеры, и многие девушки заметили, что состояние их кожи лица намного ухудшилось, и не только лица, собственно говоря. Мало того, стресс всегда сказывается также на нашем лице, на нашей коже, все это видно потом не только внутри, а снаружи. В общем, поэтому я также не буду скрывать, что я тогда стала смотреть также девочек на YouTube, и, наверное, из моих уст это прозвучит что ли неправильно, несправедливо, да. Я насмотрела из других девочек-блогеров, у которых, допустим, хороший свет, у которых прекрасный макияж, который скрывает недостатки, которые рассказывали о здоровой коже, красивой, да, и они выглядели просто чудесно по сравнению со мной, и мне тоже захотелось, и меня все больше и больше раздражало то, что моя кожа не такая ровная, и со мной случилось что-то ужасное, потому что я начала просто выдавливать все, что у меня есть на лице, чего делать абсолютно нельзя. После того, как я начала углубляться вообще в тематику бьюти на YouTube, я встретила одну очень хорошую женщину, можно так сказать, это Каша Дэ, кто знает польские девочки, я оставлю ссылку на ее канал, она просто гениальная вообще, как мне кажется, и благодаря ей я узнала вообще о том, что я могу сама дома использовать какие-то средства, которые содержат кислоты, и именно кислоты помогут мне привести мою кожу в порядок. И благодаря ей я также подобрала для себя два средства, а именно одно из них с линолевой кислотой, это Эфакларду, которым, наверное, многие уже слышали, и многие его знают, и второе из них это... не обязательно это должен быть этот крем, это просто крем Фармацерис с миндальной кислотой. Итак, если у вас такие же проблемы, как у меня, либо, возможно, у вас вообще проблемы с акне, вам обязательно стоит присмотреться к кислотам, но надо помнить о том, что не сразу надо покупать какой-то крем, который содержит 50%, допустим, какой-то там кислоты, либо же даже 30-20%, потому что вы просто можете обжечь свою кожу. И это не шутки, и я думаю, что все хотят получить какой-то положительный эффект, а не встать утром, да, с какой-то кожей, которая начнет просто отпадать, потому что так тоже может случиться, и вы берете всю ответственность на себя, если вы начинаете использовать такой продукт дома, как бы отвечаете за это только вы. Итак, для начала надо выбрать крем, который содержит как можно меньше какой-либо вообще кислоты, и посмотреть, как ваша кожа будет на него реагировать. К примеру, это может быть миндальная кислота, линолевая, это может быть гликолевая кислота, абсолютно разные. В связи с тем, что я сейчас нахожусь в положении, я не могу экспериментировать, и также использовать все кислоты. Некоторые говорят, что вообще во время беременности нежелательно использовать такие продукты, поэтому только как бы на свой страх и риск я пользуюсь такими кремами. Такие крема надо наносить после того, как вы очистили свою кожу, и она после хорошего демакияжа, либо после того, как вы хорошенько умыли с каким-то гелем для умывания, или просто каким-то средством, возможно, просто тоником вытираете кожу. Никогда, никогда абсолютно не наносите такие продукты во время того, как у вас еще кожа влажная на лице. Кожа должна быть абсолютно сухой. Важный момент. Одна из вас написала, что купила себе Факлардуо после того, как я посоветовала его, и она накладывает себе его на лицо и чувствует жжение. Это абсолютно нормальная реакция кожи на что-то, что содержит какую-либо кислоту. Это может появиться, но ощущение жжения вы можете также не почувствовать. Каждый из нас разный. Если ваша подружка также использует такой же крем и говорит, что у нее есть какое-то чувство ощущения жжения, а у вас этого нет, это не значит, что это плохо. Возможно, ваша кожа просто как бы толще, и она не так сильно реагирует на данную кислоту. Поэтому никогда не сравнивайте. Следующий момент. Если вы чувствуете такое жжение, как вроде вас кто-то вообще облил кипятком, абсолютно перестаньте пользоваться этим кремом. Потому что, так как я сказала, все мы разные. Возможно, для вас Факлардуо будет слишком сильным средством. Так вот, надо своей коже позволить привыкнуть к кислоте. И подобные продукты надо наносить всего лишь несколько раз в неделю. Я советую начать вообще с одного раза в неделю. И тогда вы посмотрите, как ваша кожа реагирует. Допустим, наносим в понедельник. В последующие дни мы вообще не наносим этот крем, только заменяем его каким-то очень хорошим увлажняющим кремом. Тогда, поверьте, ваша кожа постепенно начнет привыкать. Когда вы заметите, что через две недели, что ваша кожа реагирует нормально, у вас нет никаких высыпаний и еще каких-то побочных эффектов, только тогда используйте данный крем два раза в неделю. И опять-таки, не два дня подряд, а только, допустим, в понедельник и следующий раз в четверг. Потом опять в понедельник и в четверг. Спустя две недели вы можете начать использовать данный крем каждый второй день. И то по мере необходимости. Если вы видите, что ваша кожа и так уже чистая, что она становится более светлой, что она становится более здоровой, высыпания появляются реже, просто не надо его использовать чаще. Значит, вашей коже этот крем подходит, и на этом стоит остановиться. Если же случилось так, что даже после нанесения данного крема один раз в неделю вы увидите, что ваша кожа слишком шелушится, возможно, вам данная кислота или не подходит, либо же попробуйте смешивать абсолютно маленькое количество крема с кислотой, смешивать с вашим увлажняющим кремом. Тогда вы сможете постепенно свою кожу приучить к кислоте, так скажем, и она перестанет краснеть, возможно, шелушиться, потому что покраснение, которое будет в течение 15 минут, это также нормально, может даже получаса. У меня ничего такого не происходило, поэтому я очень-очень довольна. Но запомните, что ни один крем, который содержит кислоты, нельзя наносить каждый божий день. Конечно, если вам так рекомендует дерматолог, то можете следовать его рекомендациям, но если использовать данный крем каждый день, он может очень сильно высушить вашу кожу, и тогда ваши проблемы еще больше усугубятся. Конечно, могут появиться побочные эффекты использования таких средств, а именно покраснение после нанесения данного продукта, могут появиться также шелушения. на следующий день, либо через 2 дней, даже через неделю. Поэтому стоит довольно-таки редко наносить эти продукты. Абсолютно нельзя использовать никакие такие мощные скрабы, потому что они дополнительно будут травмировать вашу кожу. Я рекомендую использовать либо же энзиматические пилинги, либо очень нежные. Ну и самый большой побочный эффект, которого я именно боялась, это появление новых высыпаний, так называемая чистка кожи. То есть благодаря кислотам верхний слой, так скажем, нашей кожи начинает сам натуральным образом как-то очищаться и выбрасывать все загрязнения наверх. Я этого очень сильно боялась, потому что, глядя на какие-то фотографии в сети, становилось страшно. И я где-то в начале весны, наверное, остановилась на вот таком вот креме от La Roche-Posay, Afaclar Duo. Я его купила также для своего брата, у которого вообще другая кожа. У меня кожа сухая, но, так как я сказала, были какие-то непонятные воспаления, и она иногда шелушится, иногда нормальная, летом может даже жирниться. В общем, сейчас я опять в положении, опять непонятно, что происходит. В общем, боялась я использовать этот крем. Текстура у него очень приятная. На данный момент я использую Afaclar Duo Plus. И мне кажется, что он довольно хорошо увлажняет кожу. И даже после его нанесения наношу этот крем очень-очень тонким слоем. Не стоит также забывать о том, что летом можно пользоваться Afaclar Duo, но лучше всего использовать крема с кислотами осенью, зимой и ранней весной, когда солнце не очень активное. И даже в это пасмурное время года надо использовать какую-то защиту от солнца, потому что могут появиться какие-то пигментные пятна, потому что наша кожа, так как я сказала, очищается и становится очень нежной. И это новая кожа, которая потом у нас... То есть у вас кожа не отпадет, да? Но просто она настолько очистится, что становится очень нежной и очень уязвимой. И также, может быть, могут появиться просто какие-то там побочные эффекты в виде пигментных пятен. Поэтому надо очень внимательно, очень осторожно пользоваться такими продуктами. Я хочу сказать, что Afaclar Duo Plus, он более увлажняющий, чем его предыдущий брат, так скажем. И после вот этого крема мне даже не надо наносить ничего увлажняющего, потому что если вы чувствуете такую вот стянутость на лице после нанесения крема с кислотой, можете подождать час и нанести совсем чуть-чуть вашего увлажняющего крема. Так как я сказала, кожа у меня сухая, и с вот этим вот Afaclar Duo Plus мне никакая увлажнялка не нужна. Сейчас я его использую по мере необходимости, либо я знаю, когда мы куда-то едем, у меня часто появляются какие-то высыпания, я всегда его беру с собой. Даже если я его не наношу полностью на все лицо, но появляется какой-то бугорок на коже, какой-то прыщик зреет, созревает, тогда я наношу его даже локально. И вы не поверите, благодаря этому продукту я вижу результат уже на второй день. После использования его вижу, что кожа становится более гладкой, и многие из вас купили эту вещь после того, как я стала ее покупать, и не жалеют. Стоит попробовать, я знаю, что это не дешевая вещь, но тем не менее, если у вас какие-то проблемы с кожей, то очень рекомендуем. Также если у вас есть какие-то уже прыщики, которые вы выдавили, допустим, да, и есть ранка на лице, ранка быстрее затягивается, и пятнышко такое красное по стакне проходит намного-намного быстрее. Второй крем, который содержит 10% миндальной кислоты, это крем польской марки Фармацерис. Вам не обязательно надо гоняться за вот этим именно кремом, просто посмотрите в ваших странах, какие из аптечных средств лучше содержат также миндальную кислоту, и начинайте с меньшего количества миндальной кислоты, нежели сделала это я, потому что я уже использовала крем с линолевой кислотой, Эфаклардуо плюс и Эфаклардуо также, поэтому я знала, что моя кожа как-то там уже привыкла к кислоте, поэтому я не боялась. Но я знаю, что многие девочки очень довольны меньшим содержанием, как бы кислоты в кремах, поэтому стоит все-таки начать с меньшего, потому что как раз в этом случае меньше значит больше. Этот крем я наношу только на ночь, и так советует также производитель. Если я использую этот крем, а стараюсь им пользоваться где-то раз в неделю, то я наношу очень-очень тоненький слой, и тогда использую, даже если наношу макияж, использую какую-то защиту, потому что просто боюсь, что появятся пигментные пятна. Благодаря этому крему я также вижу результат, что кожа становится очень гладкой, и он отлично отбеливает кожу. Я вот вижу, что она прям выглядит такой очень-очень здоровой. И если я Effaclarum Duo могу пользоваться целый год, то мне просто было интересно попробовать другую кислоту, и в то время года, когда солнце менее активно, и я теперь уверена в том, что я сделаю себе все-таки какой-то у косметолога какую-то процедуру именно с миндальной кислотой, потому что мне нравится, как она действует на мою кожу. В конце видео могу только сказать, что и один, и второй продукт достойно вашего внимания. Я обожаю тот и тот. Единственное, что Effaclar Duo я могу пользоваться целый год, а вот этим продуктом только осенью и зимой. Весной даже, наверное, не стану рисковать. И все-таки крем с миндальной кислотой, добавлю ему один плюс. У меня стали более видимы здесь вот мимические морщинки, вот где носогубная складка, и после использования данного продукта я вижу улучшение. Я не знаю, ли это мой комплексный уход, возможно, это связано с гормонами также, но кожа выглядит намного лучше. И так как я сказала, Effaclar Duo я пользуюсь весны, я не была еще тогда в положении, и я тогда уже заметила просто колоссальную разницу в том, как выглядела моя кожа до и как она выглядела после использования крема с линолевой кислотой. Но миндальную кислоту я буду пробовать дальше, и после того, как я рожу малыша, я обязательно попробую еще какие-то процедуры, возможно, и поделюсь также с вами своими впечатлениями. А на этом у меня все. Я надеюсь, что видео вам понравилось. Всех целую, обнимаю. Пока-пока, до новых встреч уже совсем скоро. Субтитры сделал DimaTorzok